Во всем более подробно. Еще один восьмилетний мальчик провалился в открытый колодец в Тимиртау. К счастью, он жив. Подоспевший вовремя отец успел спасти ребенка. Сейчас Диас Кадырбаев находится в больнице. Он был доставлен туда с сильным переохлаждением. Это уже четвертый факт за последнее время, случившееся в области. В трех предыдущих случаях дети погибли. Когда сына вытащили, у него были вытаращены глаза. Он едва дышал, промок насквозь, чуть не захлебнулся. Муж его едва отыскал в воде. Кто за это ответит? Мама восьмилетнего Диаса, Жанар, показывает место, где случился несчастный случай. Именно из этого колодца мальчика и спас отец. Открытый канализационный люк чуть не поглотил ребенка во время прогулки. В настоящее время состояние Диаса удовлетворительное, но родители намерены наказать виновных. Они написали заявление в прокуратуру. Муж его вытащил, а сам выбраться уже не смог. Его вытянули водители, проезжавшие мимо. Нам повезло, что муж был дома. Колодец был открыт, но из-за снега сын не увидел этого. Мы переехали из Узбекистана недавно. Не знаем эту местность. Но просто так это дело не оставим. Виновные должны быть наказаны. В местном КСК жалуются, что в Темирта очень много бомжей. Возможно, именно они украли крышку от колодца. По информации прокуратуры области за последнее время зарегистрировано 4 аналогичных факта. Первый случился 23 января в поселке Кингер, города Жесказган. Там в колодец провалился 9-летний мальчик. Спасти малыша не удалось. Вторая трагедия произошла в Темиртау 6 февраля. Тогда в водосбросном колодце утонул 7-летний Азамат Айдаркулов. Третий смертельный факт произошел в Балхаше. Не прошло и двух недель повторилась трагедия с Диасом. По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть недобросовестное отношение к обязанностям. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В отделе ЖКХ Темиртау пояснили, что колодец, в который провалился Диас, бесхозный. Сразу после инцидента туда были отправлены коммунальные службы. Сейчас воду откачали, люк засыпали. Работа ведется постоянная по монетовалинку этих колодцев. Ну и вот дополнительно сейчас неплановый контроль будем делать. Северный колодец, да, на предмет открытости или аварийности. Четыре трагедии, три унесенные из жизни, один малыш в психоз в больнице. Погибшим детям жить бы и жить, но чья-то халатность решила их этого. Сейчас все эти факты расследуются правознанительными органами. В случае установления чьей-то вины им вразить все пяти для отношения свободы. А если владельцев полноцов не найдутся, тогда и состава преступления нет. А значит за смерть детей никто не ответит. Айман Лина, Рустам Беков, Арман Натаев, Первый Караганцевский.